Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня по многочисленным просьбам у нас обзор по маховым удилищам Волжанка Оптима. Давайте без лишних слов сразу перехожу к делу. Значит, серия бюджетная, универсальная, в общем-то, которая на рынке не новинка, а ее уже эксплуатируют рыболовы, и в целом таких серьезных каких-то нареканий на них нет. По углю не могу сказать, что за уголь, сколько тонн там стоит, так как я к ним отношения к разработке не имею никакого, то есть я могу только как, в общем-то, потребитель-пользователь смотреть. Брал я их на тесты, на карповники, на меня странно смотрели, когда я раскладываю 4 удочки от 4 до 7 метров, и вот так вот веером, да, и на каждую, когда ловлю карпу, потом ее собираю и стою в сторону. А 3 остаются, да, там тоже карпу поймал, опять собрал, и оставил в сторону. Очень смешно было, в общем-то, люди даже, кто-то снимал, потом я уже объяснил, что это просто тестовые удочки, а не так, что одноразовые на одного карпа, и сразу надо собирать и упаковывать назад. Значит, серия представляет в себе 4 модели, 4, 5, 6, 7 метров, тест до 25 грамм, бланки достаточно тонкие, то есть это хорошая, правильная конусность этого бланка. На что влияет конусность, вы спросите, если на 4-метровые пятерки, наверное, это не особо сильно важно, но, скажем так, на 6, а на 7, тем более, и дальше, если бы они были, или это я вам просто на, что называется, общую информацию даю, да, на восьмерки, девятки и так далее, это влияет на заброс, то есть на как, с какой силы вы пробиваете ветер в забросе. И даже не ветер, а просто воздух. Естественно, если ветер будет у вас встречный, у вас еще тяжелее забросить. Соответственно, если удочка имеет большой диаметр колен, вот, то у вас возрастает нагрузка, вам в боковой ветер тяжело ее держать в руке, вам тяжело делать заброс, да, и второй еще момент, который почему-то многие совершенно не учитывают, это то, что чем тяжелее делать заброс, то есть пробивая ветер или пробивая просто воздух, мах сам делать, тем нагрузка возрастает больше на предкомливые колена, и, соответственно, эти предкомливые колена нужно утолщать, то есть стенки колен делать более толстыми, либо модульность угля понижать, а это, соответственно, вес, это уже плохой баланс и тому подобное. Поэтому вот толщина колена, это очень сильная зависимость всего удилища в целом. Но можно взять, допустим, малую толщину колен сделать из недорогого уголечка, и при этом вы получите бланк-шланг, то есть будет просто шланг, а когда вы видели, может быть, китайские там какие-то удилища, та же кайда ими славится некоторые, то есть когда вы забрасываете, у вас там удочка как шланг потом еще полчаса трясется, когда она остановится. Да и в целом в плане заброса, то есть нормально она не бросит, не кинет. Вот, поэтому это то, что получается из дешевого угля. А чтобы хоть как-то придать строй из того же дешевого угля производителям есть выход, это увеличивать диаметр колен, соответственно, увеличивать конусность. Вот за счет этого они делают более правильный строй, более быстрое удилище получается, да, но при этом более тяжелое, потому что материала больше и так далее, да. Но вот я вам в двух словах объяснил немножечко, от чего это зависит, да. Могу еще как бы на час дальше вглубже про припрегом, что из чего, какое связующее, какие смолы можно применяться и тому подобное, но я думаю, это не в этом видео. Значит, далее, хлыст здесь полый, комплектуется, да, полым хлыстом, достаточно жестким. Диаметр коннектора сейчас не скажу сколько, по-моему, 1,25, но лучше уточнить. Вот, но тем не менее, если вы у нас берете, вы просто менеджерам говорите устно, что подберите коннектор, они вам его и приклеят сами, и поставят, который нужен, и, скорее всего, даже бесплатно. Ну, в зависимости, насколько вы постоянный клиент и, соответственно, что вы покупаете. Ну, как правило, это бесплатно мы ставим. Значит, дальше пробочка металлическая с резиновой вставкой для того, чтобы колена не бились. И дальше идут, мы вытаскиваем колено. Колено достаточно качественно обрезано, потому что у дешевеньких заводов вот здесь бывают махры такие, да, ну, как будто ломаные что-то, когда вы отрицаете. Вот, опять же, по срезу, по шлифовке стыков это можно судить о качестве завода, потому что это действительно должна определенная процедура проходить, чтобы так это сделать. Поэтому удочка, хоть и бюджетная, но достаточно неплохая и качественно сделана. Стыки колен усилены. По бланку еще что скажу. Это противозаклёстное, противоскользящее покрытие на рукояти. Ну, в общем-то, наверное, все. А, во, еще. Вот любимая мною заглушка, пробка сверху, неопреновая. Достаточно приятная, легкая. И самое важное, что она не утонет, если вы случайно там где-то ловите около воды, она у вас упала. То есть, для меня эти пробочки очень нравятся, и для меня я их считаю лучшими. В общем-то, на лидеры, на свои, на свою разработку, да, Сабанеев лидер, я ставлю, вот сейчас скоро выйдут, надеюсь, все нормально будет, новые Маймахи, еще пока секрет какие, но они будут также бестселлером на рынке по цене, по качеству, по весу и по универсальности. То есть, они будут сразу, вот маленький такой штрих, они будут помощнее, чем лидер, полегче, помягче, поделикатнее, по лайтове, чем Evolution Pro. И по цене они будут примерно, ну, да, меньше даже, чем лидер, возможно. Ну, вот, пока, чтобы люди могли купить, подобрать то, что им надо. Если вы мощную рыбу ловите, если вы ловите на боковой кивок Evolution Pro, это я вот маленький, отвлекаюсь, да, если вы хотите универсальные удочки, которые, ну, скажем так, немного тяжеловато, чуть-чуть, да, по балансу, ну, они дают универсальность, это фотон теле, а если вы хотите действительно деликатную, современнейшую снасть из дорогого угля, 46 тонн, скажем так, прям вот, верх самый, да, удилища, это лидер. То есть, но на него, хоть и ловят карпа, но, как бы, мы не, я не как разработчик, тоже ловлю на него карпа, но я не рекомендую, потому что если человек заломит этот лидер на карпе, естественно, он придет ко мне и скажет, Максим, вы сказали, карпа можно, а вот у меня он сломался. Поэтому скажу так, что карпа можно, но умеючи. На YouTube канале, здесь же, посмотрите, есть видео вываживания карпа на лидер 7 метров, от начала до конца. Спасибо большое нашему пользователю, кто мне прислал это видео. Давайте теперь меряем транспортную длину у этих махалочек. Что-то я сегодня, наверное, разговорился, да, по поводу, отвлекаюсь часто, но постараюсь больше не делать так. 135. Транспортная длина всех. Важнейшая вещь это вес, правильно же? Значит, четверка. Каталогу многие не верят, но хотя иногда это оправдано, иногда нет. Значит, четверка, 140 грамм. Пятерка. 192 грамма. Шестерка. 259. Семерка. 342. Так, теперь диаметр комля вместе хвата. Вот я делаю, ну, допустим, по этой черте меряю. У семерки 25, у шестерки 23, у пятерки 21, и у четверки 19. Вроде все. Раскладываем и смотрим строй. Ну вот, друзья, разложили. Начнем с четверки. Ну вот, смотрите. Острая к пика, грубо говоря. Приятная в руках. Чувствуется уверенность. Вот я вам показываю свою руку, как ее держу. Вот на потрях, вот на белый фон. Дверь не закрываем, потому что семерка не умещается в комнате. Ну, приятная. Быстрая палочка. Приятная. Действительно, чувствуется уверенность. То есть она на легкой... Я бы, честно говоря, даже на кикарпика на нее половил, на платнике. А так на карася, женщине, ребенку, платвичку половить очень недурственно. Ну, давайте нагрузим, посмотрим параболу. Видите, ну, по нагрузке то же самое, как вы видите. Я достаточно сильно вот упираюсь, видите, то есть, ну, вот такое в усилии примерно полтора, там, два килограмма карпа. Вот так она гнется. Ну, давайте следующую. Значит, пятерочка. Тоже в руках лежит приятно. Не колбаса совсем. Ну, средне-быстрого строя. Такая, ну, достаточно быстрым хлыстом. То есть, минус их, наверное, в том, я бы сказал, что тонкие поводочки, это не их. Там 0,08, 0,1, это не их. А вот 0,12, это уже да. Либо подбирать какой-то хлыстик привитой к ним. Забыл сказать вам фактическую длину, да, значит, 390 фактическая длина четверки, пятерки 497, шестерки 596 и семерки 694. Ну, нагружаем пятерку. вот смотрите, специально вам в камеру показываю. Да, все прогнозируемо, ничего такого я не вижу, к чему можно придраться. Шестерка, ну, вот шестерочка уже, да, уже, уже в руках немножечко так вперед хорошо тянет. Я вижу, что хлыстик чуть-чуть у нее уже вниз идет, видите, вот на белый фон стараюсь вам показать, если получается, видите, уже ложится немножечко хлыстик, то есть, ну, но еще приемлемо, скажем так, да, но вот по балда, она уже так чувствуется, что тяжеловато немножечко, уже кивает верхней частью при забросе будет, ну и соответственно, здесь поводочки 0.12, я думаю, 0.1 тяжеловато, может уже сойти, то есть тонкие снасти, это не ее конек. Давайте нагружаем. ну, выдержит она карпа, совершенно спокойно, выдержит карася, можно продрать через траву, поэтому здесь вопросов никаких нет. у волжанки кому нужна более силовая палочка, это волжанка шторм, ну, соответственно, оптима, она менее силовая, она больше универсальная позиционируется, то есть, не на супер крупную, там, серьезную рыбу, шторм она мощнее. Ну, вот берем семерочку, на грусть трясем, ну, вот посерединке что-то уже не совсем то, что хотелось бы, мне честно говоря, именно средняя ее часть, то есть, все-таки колбасит, ну, сказывается недорогой уголечек, но, тем не менее, вот, чтобы с рогатки ловить, либо там недолго постоять с удочкой, и вы физически сильный человек, в общем-то, ничего, в принципе, можно, да, ей половить, не могу сказать, что прям вот совсем тяжело, но тяжеловато, тяжеловато уже. Давайте нагружаем. Ну, вот точность такая же абсолютно парабола, один и тот же строй у всех моделей, тяну я достаточно сильно, ну, вот, смотрите, ее плюс это цена, это универсальность, наличие запасных частей, бесплатных мультифиш. Ну, господа, все все увидели, ну, действительно, интересные махалочки, да, что называется, здесь не попишешь ничего, как объективно, так и есть. Да, не топ, да, не сверхдорогой уголь, да, у вас будет небольшая, не суперсенсорика в руках, в руке, да, тяжеловато где-то, да, у них чуть-чуть неидеальнейший баланс, опять же, неидеальный с чем сравнивать, да, с топами, которые в 5 раз дороже или в 3 раза дороже, ну, да, конечно, у тех лучше, но, скажем так, цена на них, с моей точки зрения, адекватна, и действительно, серия народная, можно сказать, как я позиционирую свой магазин, народный мультифиш, да, потому что, действительно, я, мы продаем действительно снасти для народа и максимально востребованное и гарантированное качество, значит, как всегда, в конце чехол, чехол достаточно простенький, на завязках, синтетика, но при этом нормальный, ничего здесь не отваривается, при том, как бы, обод чехла, не знаю, как сказать, вот эта часть прошита достаточно хорошо, то есть надежно, я даже вот смотрю, прям такой прочненький, вызывает уверенность, то есть, как будто от более дорогой удочки даже, но, тем не менее, вот, носить в ней можно, вот что хочу сказать, большая просьба к вам подписываться на социальные сети и на, ставить лайк к этому ролику, пожалуйста, подпишитесь на канал в YouTube, для вас тогда будут бесплатные запчасти в период действия акции, в том числе на Волжанку Оптима, мы вам это гарантируем, поэтому покупайте, оформляйте заказ, повторюсь, программа лояльности, все подробно, как заказать, как получить с бесплатной запасной части нашим покупателям, читайте на, в правый верхний угол, на сайте магазина Multifish, под номерами телефона, и будет написано, программа лояльности, если вкратки, вкратце, вы должны быть подписаны на страничке в социальных сетях магазина Multifish, и, соответственно, обязательно вы должны эту снасть покупать удилища у нас. Это не только Волжанке касается, это касается других фирм тоже. Такие акции у нас уже проходили, и не одна, и достаточно много, вы можете зайти в магазин, на раздел новости, например, и посмотреть, как огромное количество бесплатных запчастей на разные удилища, мы уже водоем. у нас были и Дайвы, и Блэк Холл, и очень много всего. Поэтому для вас это большой плюс, но для нас, соответственно, большой плюс, что вы будете у нас покупать, а мы платить вам тем же самым добром, хорошим словом, назад, что называется. Всего вам доброго, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok